Лариса Суркова. Занимательная психология для детей. Вокруг света вместе со Стёпой. Стёпа путешествует по миру. Как правильно фантазировать? Наверное, увидев название этой главы, ты засмеёшься. Ведь мечтать умеет каждый. Но на самом деле, для того, чтобы испытать большее удовольствие от полёта фантазий, а ещё лучше, чтобы приблизить её воплощение, важно мечтать правильно. Открою вам один секрет. Моя мама и папа учат людей мечтать. В их науке – психологии. Это называется материализовывать мысли. Они говорят, что если человек будет правильно думать о чём-то, то это может осуществиться. А ещё мама говорит, что все дети почти волшебники. Ведь нам, детям, ничего не мешает фантазировать. Например, я пока ещё не хожу на работу, не зарабатываю деньги, а значит, не умею их считать. Поэтому мне всё равно, сколько будет стоить поездка. Я могу хорошенько о ней помечтать. Есть несколько секретов, важных для волшебника. Хочешь, я тебя научу? Сначала надо придумать, о чём мечтать. Я, например, хочу снова поехать в США. Мне там очень понравилось. А какую страну ты хотел бы посетить? Теперь второй секрет. Очень важно узнать о мечте как можно больше деталей. Мама мне однажды сказала, что есть такое правило – сила мыслей в деталях. Детали – это такие подробности, мелочи. Например, если ты мечтаешь о путешествии, то на каком самолёте хочешь полететь? Что ты хочешь увидеть в поездке? Кстати, ты знаешь, чем знаменита страна, куда ты хочешь поехать? Чтобы хорошо всё представить, я беру книгу о путешествиях, открываю нужную главу и вчитываюсь в каждое предложение. Иногда книга настолько интересная, что у меня появляется чувство, будто я нырнул в неё с головой, как в море. А ты любишь читать книги? Если честно, раньше я не любил читать книги. Мне больше нравилось играть на планшете. Но однажды мама его забрала и рассказала мне про зависимость. Это такое опасное состояние, похожее на болезнь. Зависимость может появиться и у детей, и у взрослых. Но чем младший человек, тем быстрее она у него формируется. Мои мысли были только о планшете. Я хотел играть в него всё время. А когда родители отбирали его, начинал плакать, злиться или даже кидаться вещами. Иногда я даже начинал рычать, как тигр. Знаешь, мне казалось, что я готов сейчас кинуться на маму и даже расцарапать ей лицо. Но люди, которые не могут сами отказаться от чего-нибудь, например, от компьютерных игр или алкоголя, попадают в психиатрические клиники. Однажды папа показал мне видео о том, как там лечат людей. Мне совсем не понравилось то, что я увидел. И с тех пор я перестал плакать из-за планшета, а играю на нём не дольше 20 минут в день. Мама предложила мне читать книги. Мы долго думали, что мне было бы интересно читать. И я выбрал путешествие. Сейчас у меня целая полка книг о путешествиях. Я очень люблю листать книги, смотреть картинки. А какие книги были бы интересны тебе? Теперь я называю первую страну. Готов? Если у тебя нет книг о путешествиях или путеводителей, попроси родителей купить. Нам понадобится такая книга, чтобы тебе было проще научиться планировать маршруты. Ещё тебе нужен дневник. Там надо будет написать страну и перечислить, что ты хочешь в ней увидеть. И кого собираешься взять в поездку. А главное, какие вещи надо взять. А самый главный секрет волшебника – хорошее настроение. Знаешь, я всегда ложусь мечтать в хорошем настроении. Но даже если оно не самое лучшее, то полёты в фантазиях меня всегда радуют. Я всегда представляю, что воздух входит у меня через макушку и бежит по моим рукам и ногам до самых пяток. Я делаю это упражнение, чтобы мой мозг как будто отдохнул и был готов мечтать. Северная Америка Моя сестра Глаша рассказывала, что на Земле есть семь континентов. Северная Америка – один из них. А какие ты ещё знаешь континенты или материки? Америки – один из них. Продолжение следует...